Привет, друзья! Я сегодня буду переваливать свою рассаду баклажанов в больший объем грунта. Семена были посеяны у меня 23 февраля, но можно сказать, что рассаде практически месяц. Она вот так вот уже сейчас выглядит, уже полностью листочки хорошо раскрылись, то есть они даже уже вылезают за пределы своих горшочков, и поэтому пора ее пересадить на новое место жительства. Семена я сеяла сразу в индивидуальной стаканчике, вот такой объем 300-200 мл. Конечно, вот вы спросите, а почему бы сразу было не посадить в большой объем грунта? Вообще для рассады баклажанов, для того, чтобы получить действительно хорошую полноценную рассаду, грунта надо взять как можно больше, ну хотя бы в пределах 700 мл до 1 литра, чтобы вот именно не угнетать корневую систему. И представляете, вот если в этот объем, в литр грунта посеять сразу семечко, то по мере того, как появится сашеница, мы будем его поливать, и у нас грунт просто-напросто закиснет, так как корни еще маленькие, и они не смогут усвоить всю эту влагу, поэтому вот этого делать не надо. И приходите вот проходить вот такой промежуточный этап, то есть вот двойной, ну практически двойной пересадки. В каких я буду дальше выращивать стаканы? Вот такие я приготовила, делаю я их сама. Это теплые стаканчики из подложки под ламинат, у меня есть про это видео. Я в прошлом году переваливала вот и в такие стаканы, сейчас еще покажу. И вот в такие вот обычные, которые я делаю сама. Они тоже хорошего объема, тоже очень удобные, но, как вот я заметила, именно в теплых стаканчиках рассада получается с более мощной корневой системой. Но я думаю, это связано с тем, что все-таки баклажаны такая довольно-таки теплолюбивая культура. У меня здесь внутрь вставлен обычный пищевой пакет, то есть никакого вреда от подложки не будет. И на дне пакета я просто ножницами сделала пару прорезиков, проколов, ну то есть дренажные отверстия. Рассаду баклажанов, когда мы ее переваливаем с вами, пересаживаем ее в новые объемы, категорически нельзя заглублять, потому что на ней не образуется никаких дополнительных боковых побегов, как, например, у рассады томатов или у перцев. Если она у вас немножечко подвытянулась, конечно, можете немножечко добавить ей земли повыше, чем вот она росла в предыдущем стаканчике, но корней дополнительных вы там точно не получите. И я вот вам все-таки советую, после этого при поливах будьте осторожны, не мочите сам стволик, чтобы просто-напросто у нас не произошло замокание грунта и загнивание самого стебля. Баклажаны не любят, когда тревожат их корневую систему. Она потом устанавливается очень долго, соответственно растение тормозится в развитии, и отодвигаются сроки урожаев. Поэтому я буду их пересаживать своим любимым способом, способом перевалки. Насыпаю в стаканчик землю на дно и вынимаю аккуратно растение, чтобы мне максимально действительно вот опять сохранить земляной ком, чтобы он не осыпался. С утра я все стаканы свои хорошо пролила обычной простой водой. Достаю растение, переставляю его в горшочек в новый, и вокруг заполняю все пустоты грунтом. После того, как я заполнила все землей, мне остается только полит растение. Опять же простой водой, без каких-либо добавок. Вот видите, вот весь процесс, все легко и просто. Ставлю сюда бирочку с названием сорта. Это у меня, кстати, король севера, мой любимый. Все, никаких подкормок, ничего проводить я больше не буду. Вот этого грунта, здесь его практически литр. Вполне хватит, там питание выше крыши. Нам не надо разгонять сильно зеленую массу вот эту, чтобы у нас растение зажировало. И вот как только у меня позволит погода, когда температура грунта прогреется до плюс 16 градусов, я смело могу высаживать баклажаны. Будут они у меня по моим планам опять расти в этом году в парничке. Им там очень понравилось. Так что, друзья, вот напомнил я вам еще такой вот момент, когда надо перевалить баклажаны, пересадить на новое место. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. Всем пока и удачи!